И каждый выдох у тебя стихи, и каждый выдох будто бы последний, А в паспорте визиточный архив, в трамвае жизни кредо безбилетник, То был алтарь, а может эшафот, нести дары или сразу душу в жертву, Жизнь наизнанку, всё наоборот, и вой машины, слёзы, всё по ветру шагай, Дыши, используй ИВЛ, попробуй жить, как пишешь в текстах, Сегодня ты заметно постарел, душа и сердце точно не на месте, Над И и Ё расставлены все точки, всем больно, всё закономерно, Лимит на ожидание просрочен, братишка-заяц не боится терний. Давайте к лирике чуть перейдём. Я помню то небо, когда-то ты сфоткал, Мы шли по брусчатке старой Москвы, Вокруг никого, будто мы с тобой только для шутки глаголим друг другу. На «вы» ты мне подарил леденец, в виде зайки, Я голову ей откусила сперва. Один всё решил и сказал без утайки, Такого не высчитал даже фирма. Сижу на скамейке, от зайки лишь палка, А голуби думают, что покормлю. Возможно, что я ещё та аморалка, Но больше прости, я тебя не люблю. Прощай, собака! Я устала, Игрушки забирать не стану, Звездой Казанского вокзала. Очарование не яви, Не плюй по ветру в день весенний, Не пей на брудершахт, не стемю, Без сострадания и сомнений рубашку на себе не рви. Забудь, что было и что будет. Застыло яблоко на блюде, И Ариадна не колдует, Как ты её не позови. Под покрывалами тумана, Столицами всего Урала Придут концы в своё начало, Песком оставшись на мели. Уснули ёжики и зайцы, Умолкли предсказания старцев, Над смертью перестанут клясться Все твари праведной земли. Преодолев мирские муки, Душа и тело в микрозлуке, Руками доброй повитухи Свои косички расплели. Мне наконец-то так спокойно, Что ухо нежит гроз раскат, И будто кошки звуком грома Вибрации в руках мурчат. Я обняла свои колени, Уткнулась лбом и слышу стук, Стук сердца потаённый, мирный, Как будто не было тех мук, Что ворошили сны ночами. Кошмары рисовали мне, Куски души скворцы стачали, Иду пешком не на коне. Сиренью вспышки небо кобальт, Прогноз погоды серость, дождь, В душе от обещаний копоть, И больше ничего не ждёшь. Спасибо. Давайте погадаем немножко. Я люблю интерактивы. В моей книге есть страница С девятой по шестьдесят девятую. С какой страницы прочитать стихотворение? Девятнадцатая. Девятнадцатая? Дальше, девятнадцатая? Ага. Тренинг. Стихотворение называется искусством. Отменили все трамваи, Я иду к метро пешком, Злости ни конца, ни края, Попадаю в бак бычком, Время топчется на месте, Месят грязь со снегом луж, Дважды подмигнёт невесте Аварийкой пьяный муж, Свалены из шерсти рифмы, Холсты плачу на прилавках, Вдоль трамвайных путей тихих Я иду на мягких лавках. Быть счастливой, в самом деле, Заполнять внутри, что пусто, Выживая на пределе. Вот оно, моё искусство. Шестьдесят девять? Ну, это последняя страница стихотворения, Я вам покажу разворот, Моя книга заканчивается за упокой, Здесь стихотворение «Боль», Я его первым прочитаю, И потом стихотворение «Герри». «Боль» написана по домашним заданиям От моего психолога На сублимацию негативных чувств. Кислотой разъедает по венам И трещит позвоночника вдоль Неуёмная и безразмерная Моя острая, тёмная боль Боль, что мама и папа не вместе Боль, что рак убивает собаку Что один за одним груза двести. Подсознание всё ближе ко врагу, У обрыва на кончиках пальцев Я качаюсь, не видя просвета. На щеках уж давно нет румянца, Эвтаназии дым сигаретный Я вдыхаю по самые гладные И обидно, и точно настолько Ни в одном из кругов адоданты Не кричат так надрывно и громко, Как страдаясь, крыжащит и бьётся Мышца птица моей аритмии. По пунктиру вот-вот разорвётся, Ведь все точки на ней болевые. И стихотворение со страницей 69, Которую завершаю сборник, Называется «Герия». Проиллюстрирована моя авторская картинка, Которая есть на открытках, Которую вы при желании можете приобрести. Оно посещается моей собаке, Которая долго боролась с раком, Но не победила 2 января прошлого года. Год назад её не стало. Я хочу пахнуть псиной, Ходить в грязной куртке, Всей слюнях и земле, Вытирать твои лапы, Пробираться неявными тропами на прогулке, Слышать писк под столом, Наивной и слабой, Чтобы ты не грустила и не болела, Ругалась на маленьких глупых шавок. Где же ты, моя Гера? Кто теперь украдёт, Забавляясь тапок? Кто теперь будет строить кошек из Зевса, Клацать мерно когтями по ламинату, Укращать всю семью От сомнений и бесов? Понедельник, 2 январь. Запомнила дату. Спасибо, Банечка. Ну, я закончу таким, Немножечко эмоистическим стихотворением, Чтобы вы тут совсем не загрустили. Называется Капуэйра. Со мной не заиграешь в кошки-мышки, И снисхождения к возрасту не надо. Зубами с пива я сдираю крышки, Утаром левой расцветаюсь с гадом. Полутора метра ростом? Ну и что же? Слыхали про кунг-фу и Капуэйра? Обидчику я смело плюну в рожу, Чтоб забрала его с собой холера. Кусаюсь моментально без раздумий. Подсечка, раз, два, три, и до свидания. Так самогона, небольшая рюмка, Доводит добрых девочек до грани. Спасибо, Джавута, вы самые лучшие!